Уважаемый Владислав Ремирович, Ирина Калмановна, коллеги, в организации мероприятий по охране репродуктивного здоровья школьниц мы регламентируемся рядом документов. Почему у меня не получается? Дальше. Может я не то, да? А, вы все, извините. Рядом документов, и вот как раз последний закон 2012 года о защите детей от информации, причиняющей вред, нас немного ограничивает. Плюс в нашем регионе складывается иная ситуация, нежели Ирина Калмановна представила. У вас 85% родителей согласны на проведение для их детей уроков здорового образа жизни. У нас ситуация прямо противоположная. Может быть, это связано с несколькими инцидентами, которые прошли в нашем регионе. Так, например, сотрудники спеццентра читали лекции старшим школьникам о профилактике ВИЧ-инфекции. И промелькнуло название известного средства мужской контрацепции. Вот старшие школьники, особенно мальчики, уловили только этот момент. Они пришли домой, рассказали родителям, что приходили в школу и говорили о средствах мужской контрацепции. Разразился грандиозный скандал. И вот после этого скандала мы очень ограничены в проведении каких-либо уроков. Даже для того, чтобы рассказать детям, как правильно чистить зубы, как правильно питаться, мы должны согласовывать с Министерством образования, потом все это утверждать в Министерстве образования и так далее и тому подобное. Но несмотря на такую ограниченность, все-таки мы проводим своими силами ряд мероприятий. Вот одно из мероприятий, я уже о нем говорила неоднократно на конгрессах. Это программа «Здоровые молочные железы» со школьной парты. Также все-таки мы проводим уроки здорового образа жизни с элементами полового воспитания. И те школы, которые активно участвуют в проектах по здоровью и сберегающим технологиям в школе, школьники участвуют в конкурсах различных и очень успешно. Но я не буду останавливаться, я уже говорила про результаты этой программы. Но все-таки кратко скажу, что нам удалось обследовать свыше 2000 девочек, подростков. Мы проводили анкетирование, осмотр, ультразвуковое исследование. Вот эта анкета, которую нам после известных инцидентов пришлось резко сократить, потому что у нас были еще проблемы, когда при попытке организации программ по охране и репродуктивному здоровью были привлечены психологи. И вопрос, был один вопрос в анкете для детей. От какой беременности ты родился? Были ли у твоей мамы аборты? Естественно, школьники не могли ответить, принесли анкету домой. И разродился вообще всероссийский скандал. И наша область прославилась на всю страну. И еще наши коллеги выходили в школы и задавали школьникам вопрос, сколько вы едите фруктов в неделю, сколько едите мяса. Опять большой скандал. Родители посчитали, что мы нарушаем закон о частной собственности, мы не имеем права задавать такие вопросы. Поэтому мы резко сократили эту анкету, не стали даже задавать вопросы, куришь ли ты и так далее и тому подобное. Только вопросы, касающиеся здоровья, молочных желез и менструальной функции. И вот благодаря этой программе мы выявили наличие очень большого количества заболеваний молочных желез, и среди которых вот самые частые жалобы – это мосталгия, болезненность молочных желез, которая считается многими девочками, их мамами, бабушками вариантом нормы. Вот мы опровергли этот постулат, потому что мы выявили многочисленные заболевания молочных желез, такие как мастопатия, очень много кистозной форм мастопатии, даже были фиброденомы, которые потребовали хирургической коррекции, хирургическое вмешательство. И мы, несмотря на вот такие рамки, жесткие, очень информационные, мы проводили уроки здорового образа жизни с элементами полового воспитания, использовали при этом первую часть фильма «Девочка растет», это компания Гидон Рихтера выпустила такой мультфильм, где, конечно, основной акцент идет на средства контрацепции. Мы заведомо этот вопрос не обсуждали, только нормальная менструальная функция. Когда? Как должно быть? И вот после таких лекций, после таких лекций к нам обратилась масса девочек, большое количество девочек, с вопросами о том, что вот вы сказали так, а у меня совершенно по-другому, что делать? И мы, нам даже не хватало направлений к гинекологам, потому что приходилось очень много выдавать направлений на обследование. Мы выявили у таких девочек кисты яичников, воспаление яичников. И у одной девочки даже была диагностирована злокачественная тератома яичников благодаря вот этим вот программам и урокам здорового образа жизни. Ну вот так вот они проходят в школах, в учреждениях среднего профессионального образования. Ну, на этих уроках мы говорим о правильном питании и о рациональном использовании мобильных телефонов, поскольку они являются источниками электромагнитных излучений. Как известно, электромагнитное излучение влияет на репродуктивную сферу в отрицательном плане. Мы показываем вот такие вот ужасные картинки, говорим о том, что правильно, как пользоваться мобильным телефоном, не более трех минут за один звонок, не более 15 минут в день, отключать на ночь, не носить на шее, в кармане, как можно дальше от тела. Ну и это вот уже слайды пошли из презентации школьниц. У нас проходят различные конкурсы в рамках здоровья, сберегающих технологий. Вот школьницы сами выбрали тему абортов и раннее начало половой жизни. У нас здесь мы не отличаемся, достаточно ранний дебют половой жизни. И тема абортов актуальна. Школьницы выбирают эту тему, подбирают различные слайды. Здесь вот неудачно я выбрала цвет шрифта. Я хочу сказать, что у нас встречаются аборты как среди девочек 15-17 лет, так и моложе 15 лет. Вот буквально в прошлом году был случай попытки подпольного аборта у девочки 14 лет. Поэтому эта тема для нас актуальна. Это все слайды из презентации школьниц на тему здорового образа жизни, вред алкоголя, наркомании. И вот также вопрос правильного образа жизни во время беременности для профилактики рождения детей, умственно отсталых детей. Вот такие картинки подбирают школьницы. В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на такую ограниченность финансов, информационную ограниченность, мы все-таки пытаемся что-то делать, и наша работа приносит результаты. И спасибо, что вы даете возможность представить результаты нашей работы. А вам спасибо за внимание.